Пророки Гитлер. Теперь Гитлер и пророки оккультное окружение. Вы помните, что Гитлер всегда вокруг себя окружал массы всяких различных пророков, прозорливцев, всяких оккультных представителей из Тибета. Он делал несколько экспедиций на Тибет. Впрочем, экспедициями на Тибет занимался и Сталин тоже. В этом они чем-то похожи друг к другу. И были различные пророки, ну, не знаю, лжепророки, истинные пророки, которые говорили о Гитлере. В 1932 году хиромант доктор Джозеф Реннольд, изучив отпечатки пальцев Гитлера, сказал, что его жизнь будет иметь трагический конец. «Я вижу вас на вершине власти», — сказал он будущему диктатору. «И это принесет несчастье Германии и Европе». Раздневный Гитлер вылетел из общества доктора Реннольда и позже завел собственный штат пророков-астрологов. Вы помните, были у иудейского царя, или израильского царя, да, целый сон пророков 400 человек. И только один там, Михей, пророчество против него, да. Вот так и себе Гитлер тоже довел кучу пророков. Один из нацистских остроев Луи де Воль предвидел печальный конец с тираном, но вынужден был скрывать свои мысли и ограничиваться двухсмысленными витиеватыми фразами. При деле свою собственную судьбу, случай обнародный нереальный прогноз, он бежал из Германии в 1935 году и поведал о вызове всем в Лондоне. Там он предсказал победу сил союзников. Вы помните, что было с Вольфом Мессингом, да, которого тоже Гитлер хотел привлечь, но Вольф Мессинг вовремя бежал к Сталину. В популярных 20-х годах ясновидящий Ян Эрик Ганусен был еще одной жертвой нацистов. Он погиб за предсказания о пожаре в Рейхстаге. Гитлеровский астролог Карл Эрнст Крафт, который в 1939 году предупредил, что Гитлеру будет угрожать опасность в период с 7 по 10 ноября. В это время в пивной Бюрге-Брау в Мюнхене было совершено покушение на Гитлера, но фюрер остался невредим. Во важности Крафта, как придворного пророка, входила интерпретация четверостишей Нострадамуса, написанных, вы помните, и причем эта интерпретация должна была в пользу Третьего Рейха. И эти пророчества Нострадамуса использовались Геббельсом во время войны. Когда пророчества Крафта перестали радовать Гитлера, в 1941 году он посажен в концентрационный лагерь, наряду с другими астрологами, оккультистами, парапсихологами, которые были арестованы после визита в Англию Рудольфа Гесса. Среди этих парапсихологов была Герда Вальдхер, которая позже написала о Крафте и других нацистских пророках в статье «Черные маги Гитлера», опубликованной в журнале «Томороу», «Томороу», наверное, завтра, да, в 1956 году. В статье она упомянула имя другой провидицы, Элиза Лерер из Баварии. Она не таила своих мыслей и не скрывала свое произведение к Гитлеру. Часто заходила в студию скульптора Фердинанда Либермана, который ваял бюсты нацистских лидеров. Ой, Вей Либерман. Занимался ваянием нацистских лидеров. И Элиза сказала, вам не зачем беспокоиться об этом Гитсков, как она сказала, Гитсков-болвание. Вы теряете попусту время, вы можете также разбить все остальные бюсты, так как вскоре они станут никому не нужным хламом. Элиза добилась того, что взбесила фюрера, ее поместили в психиатрическую лечебницу, где она позже умерла, в концентрационном лагере. Идлеру также предсказывают судьбу другие женщины-пророки. Одна из наиболее известных, Бориска Сильбигер, жила в Венгрии. Ее знали в 30-х годах, ее прогнозы печатались во многих газетах по всему миру, включая Соединенные Штаты. В 34-м году она предсказала убийство короля, имя которой начиналось на букву А. И действительно, 9 октября 34-го года был убит король Югославии, Александр I. В 34-м году Бориска заявила, что нацистского лидера убьют друзья. 30 июня 34-го года Эрнстрем был убит по приказу Гитлера. В 35-м году провидица сказала, что в январе следующего года король Великой Империи внезапно умрет. Его преемником станет старший сын, но не будет править и года, а потом отречется от престола. Действительно, английский король Георг умер в 1936-м году, спустя несколько месяцев после предсказания. Принц Умельский вступил на трон, как Эдуард VII, но отрекся от престола 10 декабря 36-го года. Также она сделала несколько других предсказаний, что в начале 40-х годов нацизм потерпит крах и Гитлер умрет, но допустила одну ушибку. Она предрекла Гитлеру гибель в 1942-м году на три года раньше реального срока. Гитлер был в ярости и приказал арестовать провидицу, и вскоре она подстала в концентрационный лагерь. Еще один немецкий пророк делал предсказания смерти Гитлера, сказал, что диктатор умрет при загадочных обстоятельствах накануне 7 мая 1945 года. Вильгельм Вульф сумел избежать мести Гитлера, так как был персональным астрологом Гиммлера, а смерть фюрера была на руку Гиммлеру и близок в 40-й день, а Гитлер, скорее всего, по-прежнему не предозревал о пророчестве Вульфа. Диктатор покончил жизнь, как вы знаете, самоубийством. Ночь 30 апреля на 1 мая 1945 года. Так что можете 1 мая праздновать у веки праздник, да? Да. Значит, в 1912 году было образовано магическое братство. Туле Гезельшафт. Общество Туле. Со штаб-квартирой в Мюнхене. А в 13-м году там жил Адольф Шикельгрубер. И была такая Блаватская, вы знаете, Елена Петровна, которая издавала журнал «Цветы лотоса». Первое берлинское издание, которое было как раз, значит, тоже, там был символ лотоса, и также символ, трактовавшийся как солнечное колесо, знак света и щедрости, да? И этот символ солнечное колесо позднее что стало? Символом свастики. Возможно, именно читая берлинские журналы того времени, читая Блаватскую, фюрер тоже напитывался акульными такими вещами. Значит, общество Туле занималось различной мифологией, считалось, что где-то Туле – это была такая последняя земля, ультима Туле по-латине. Где-то находится земля, типа земли Санникова, да, за полярным кругом, и там живут истинные арийцы, и там расположено все, что, в общем, такое вот, откуда пойдет суперчеловек. Ну, естественно, эту землю так никогда и не обнаружили, вот, но тайное общество Туле потом привело к Черному Ордену и обществу Аненербе. Аненербе – это исследование наследия. Наследие. Вот. Значит, в 1920 году два представителя этого общества – Дитрих Экард и второй член Туле архитектор Альфред Розенберг познакомились с маленьким бывшим юфиэктором, а нынешним маляром Адольфом Гитлером. Они… Первое знакомство было в доме Вагнера в Байоретто. В течение трех последующих лет они тщательно формировали Гитлера, руководили его мыслями и поступками. Экард обучал Гитлера письменно выражать свои мысли и выступать перед массами. И Кодель Гейден пишет, Экард «Духовно лепил Адольфа Гитлера». Гитрих Экард был одним из членов основателей национал-социализма. Всем считается священным числом и было избрано сознательно. Перед смертью он завещал «Идите за Гитлером, он поведет танец, но музыку написал я. Мы дали ему способы общения с ними». С ними Знаем с кем, да? Да. Вот он на этих курсах, где он научился ораторскому искусству, я думаю, что конкретно и вошел в него вот этот бесовский дух, потому что он потом стал совершенно другим человеком. И вот этот самый Экард он разослал по всей Германии по всей Германии с письмами который говорил, что и грядет новый грядет новый мессия. Новый мессия. Вот что он говорил. Отныне вам придется выбирать с кем вы. С нами или против нас. Гитлер расчистил политику, Ганс Горбергес метает ложные науки. Символом возрождения германской науки будет доктрина вечного льда. Берегитесь, становитесь, наш строй пока не поздно. Вот все почти жители Германии получили такие листовки. Что же это значит за теория льда? Вот. Оказывается, наш мир это полость внутри бесконечной скалы. Нечто вроде воздушного пузыря. Мы живем внутри. В общем, полный Масаракс. Смотрели? Да. Полный Масаракс. Это по-стругацки. Наши звезды суть ледяные массы. У земли было несколько спутников лун. Удивительно, что некоторые до сих пор космоноги гоню. Предыдущие луны падали на землю и нынешнее тоже упадет свой срок. И таким образом история человечества объясняется борьбой льда и огня. Человек, революция человека не завершена. Мы стоим на берегу грандиозной мутации, которая даст человеку могущество, которое древние нателяли богов. А также в некотором месте на востоке есть скрытый город, над которым властвует повелитель мира, он же король ужаса. В общем, Гудвин великий и ужасный, да? И подписавший с ним пакт изменит на тысячелетия жизнь на земле и дадут смысл бесцельному делу человечества. В общем, можно сказать, что эта магия доводила Гитлера до сумасшествия. И вот первый, значит, ученый вот этот был Гарбигер, о котором говорили, который был основателем вот этой теории льда, теории льда, и Гитлер даже так считал, что он может влиять на погоду. Другим сумасшедшим ученым был некто Бендер. Не знаю, звали ли его Остап, или это был другой, его родственник. Он утверждал, что Солнце, Земля и Луна находятся внутри каменной полости, а Вселенная это лишь призрак, проецируемый на стенки этой полости. По Бендеру Вселенная ограничится нашей Землей, а единственными представителями разума были люди. Вот такие вещи и восточная теология, я сейчас не буду говорить, мистика, и Гитлер даже говорил, что может регулировать погоду. В декабре 1941 года отместка термометра спустилась ниже 40 градусов. А Гитлер считал, что он находится в союзе с холодом. Человечество под его управлением вступило в новый цикл огня и зима падет низ перед полками носителями магического пламени. И Гитлер решил говорить, мороз это мое дело ответил Гитлер. Атакуйте бронированное войско. Наши победили Польшу за 18 дней, Францию за месяц. И Гитлер называл армию Гудериана, Рейхарда и Гопнера своими бессмертными. Но к сожалению в автоматах застывалась маска или к счастью синтетический бензин разделялся от мороза на составные несгораемые части. В тылу замерзали паровозы, солдаты умирали в своих легких шинелях и сапогах. И даже легкая рана делалась смертным приговором. Но Гитлер считал, что по его приказу мороз отступит. Но мороз так и не отступил, как мы знаем. В последнее свое время Гитлер был наркоманом. Он принимал до 25 видов различных таблеток в день. Он страшно боялся, что у него заболит живот во время публичной ракции или будет понос. Поэтому он регулярно принимал препараты опиума и впоследствии стал опиумаом. в последние месяцы он сидел в бункере, он никому не доверял, даже врачам, и его жена Ева Браун делала ему уколы морфия. То есть это вот такой был наркоман, психован человек. И самая страшная деятельность его, это когда он же говорил, что германский народ не оправдал тех надежд, на которые до него возлагал Гитлер. Гитлер требовал германской крови, посылая на лишенную военного значения бойню последних немецких солдат. Он говорил, я никак не могу признать потери достаточно высокими. Для Гитлера побеждают не противники нацизма, не враги германского нацизма, а поднялись великие силы вселенной, дабы уничтожить землю и наказать человечество за то, что оно позволило победить. И Гитлер приказывает затопить Берлинское метро и в его подземельях гибнет 300 тысяч человек. Это было жертвоприношение Богу Водину, Водану, по нашему Водиному, для того, чтобы Гитлер в последующем воскрес. Это произошло как раз в такую так называемую Вальпургиевую ночь, может быть, слышали, да? С 30 по 1 мая. То есть конкретно бесовская ночь. Ну, а свастики? Я вам уже говорил о символе свастики, да? Вот, есть свастика была добрая и злая, да? Вначале она была повернута в одну сторону, затем свастика была повернута в другую. Это плохая свастика. Да. Интересно, что свастика в христианстве была символом Божьей защиты. В Екатеринбурге перед казнью бывшая императрица начертала на стене свастику и написала что-то в доме Ипатьева. Изображение и надпись сфотографировали, затем уничтожили. Кутепов, деятель контрреволюции, был обладателем этой фотографии и хранил икону, найденную на теле бывшей императрицы. Внутри иконы была запись, которая упоминалась общество, названное «Зелёный дракон». То есть последняя императрица тоже была оккультистская. И ещё вот нет у меня времени просто поговорить о Распутине. Такой удивительной личности. Вот. Интересно, что видите яхта, плавали императрицы, называлась «Асгард». Это тоже в Ирландских сахах владения короля Тули. Одновременно с гитлерским «Майнкамф» из печати вышла книга русского писателя Осиндовского «Люди, звери, боги». Там он впервые произносит имя Агарти и Шамбала. Агарти и Шамбала. Вообще вот эти Шамбалы, эти все монастыри тибетские это бред, профанация и все это так вот сказано. Понимаете, настоящих археологических раскопок естественно в тибетских монастырях не производилось. Но я придерживаюсь такой теории и считаю это вполне реальным, что тибетские монастыри возникли не позднее 7 века нашей эры. Почему? Потому что все эти тибетские буддистские монахи они были на территории Киргизстана, они были на территории Средней Азии, они были на территории Персии, а позднее в эти страны что вошел? Ислам. И куда они были оттеснены, эти язычники? Язычники, все эти шаманисты были оттеснены в горы или в пустыне Монголии, да? И таким образом там нормальный человек не может жить. Они просто живут на подаянии со всех других соседних земель. Выращивать они там ничего не могут, то есть нормально существовать эти монастырии не могут. Они ведут паразитическое такое существование, ламаизм, вы знаете, весьма паразитическая религия. И поэтому раньше седьмого века скорее всего их не было. Поэтому Иисус в тибетских монастырях никак не мог учиться просто за неимением таковых. В двадцать шестом году в Берлине и Мюнхене появляются колонии тибетцев и индусов. И многие экспедиции были совершены, и эти экспедиции не прерывались до 1943 года. Значит, результаты изысканий СС. Сорок веков назад арийская цивилизация превратила Гоби в безжизненную пустыню. Арии разошлись. На запад и север ушли нордические арии во главе с фюрером вождем Тором. Для того, чтобы немецкая нация вернулась к источникам, надо завоевать Восточную Европу, Среднюю и Центральную Азию с Памиром Тибетом Гоби. И тогда они получат союз с могуществом Шамбалы, получат власть. И тогда будет настоящий рай. Даже в Антарктиде адмирал Денис даже сказал, «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай, якобы в районе земли королевы Мот. Моряками обнаружены гендантские системы внутриконтинентальных полосей, образующие огромное пространство с теплым воздухом, пригродным для проживания». По регенде, некоторые отделы СС в конце войны были привезены в Антарктиду. Ну, не знаю, так это и не так. Значит, был такой Генрих Псицелов в Средние века, герцог, которому принадлежало копье, которым, якобы, пронзили Иисуса. Ну, копье было римское, действительно ли этим копьем пронзили Иисуса, неизвестно. Вот. Но, значит, Гиммлер полагал, что является воплощением реинкарнации императора герцога Псицелова. А Гитлер воплощение императора Гофитера Второго. В результате, значит, к присоединению Аншлюса, вот это самое копье перевезли в Германию. И те считали, что те, кто владеет этим копьем, ну, вы знаете, еще такие реликвии, как хрустальные черепа и прочее, собирательством занимались. Вот. И мистика процветала. Значит, две руды, которые означают Зиг, мы говорим Зиг, Заг, да? Зиг, Заг означает победу. Поэтому эти две руды были где? Ну, на нашивках ССовца, да? мы говорим как СС, действительно, это Зиг. Зиг. И Гитлер считал, поэтому, что 22 июня он должен напасть в число 2. Зиг. Да, значит, что для захвата СССР ему достаточно двух месяцев. Потом еще, интересно, кто-то высчитал, что на месте Сталинграда находилась столица Хазарского Каганата. Значит, Итиль, да, мать городов русских. Ну, такой город был у Хазару, но, в принципе, понимаете, гненобитные строения, Хазары никогда не строили больших таких городов каменных. Само название дворец, как будет? Сарай, правильно. Так что там, да, так что там были, скорее всего, сараи и ничего не сохранилось. Сказать точно, что это там было, но вот за это, за это, за Сталинград, шла такая вот боева. Уничтожили там миллионы людей, там нечего было в Сталинграде, там не было, кроме тракторного завода, никаких стратегических пунктов. Вы понимаете. Вот, сказать, что Сталинград вот стоял на Волге, и он преграждал путь на Урал, вы знаете, Сталинград не стоял в узком ущелье, которое нельзя было обойти, да? Просто Сталинград имел мистическое вот такое значение. Они считали, гитлеровцы, что там располагалось и Тильмать, городов русских, и кто будет владеть этим Сталинградом, тот будет иметь власть. Ну, Сталин, конечно, это город его имени, то есть, ну, там, где его началась военная карьера. Потом, значит, была экспедиция на Эльбрус в районе Цхенвали, где был установлен флаг, флаг на Эльбрусе. Специально было, значит, при 40-градусном морозе они рвались вперед. Дальше был основан Черный Орден, Черный Орден. Вначале Гитлер распринимал СС как потешный полк, чем как серьезную организацию, но Польша пересмотрел свой взгляд. И 30 июня 1934 года была создана чисто сатанинская организация СС. Чисто сатанинская организация. Он говорил, я открою вам секрет, я создаю Орден. Он говорил о Бургах, школах посвящения первой степени, откуда выйдут люди второй степени ступени человека, Бога, а человек, Бог, великолепное лицо существа будет подобен и культа. Таким образом, СС становилось как бы боевой частью этого Ордена. Были созданы несколько значков СС, по-моему, 9 значков из золота. Кстати, сам Гитлер носил обычный значок рядового члена СС. В Иерархе СС были носителями мертвой головы Тотенкопф. То есть, помните, смертники формировались из них. и создавались определенные церемонии такого мистического посвящения. Сеяли создать города и поселения ветеранов СС во мире. Специальные дети фюрера. Это 20 тысяч детей, которые были рождены сестерцами, имеющими четко арийские черты характера. А специальных женщин тоже с арийскими чертами характера, которые готовили. Вот. И этих детей забирали, и затем из них делали, так сказать, супер людей. Но вы знаете, что если ребенок до года он лишен материнской ласки, прикосновения, его надо носить, его надо держать у груди, чтобы он слышал биение сердца матери, такой ребенок даже погибает. И в результате оказалось, что из этих 20 тысяч детей около половины оказалось слабоумными. Вот результат евгенического такого отбора и сумасшествия. Внутренний круг мертвых голов включал руководителей и посвященных разных степеней. А центром явится фуля, святая святых. Ниже расположены рядовые члены СС, как служебные роботы. Их должны были фабриковать по стандарту определенных качеств. Гитлер говорил, не устроять неравенство между людьми, но усугубить его, поставив непроницаемые барьеры. Какой вид примет будущий социальный строй, я вам скажу, это будет класс господ и толпа разных членов партии, размещенные строго и иерархически. Под ними анонимная масса, низшие навсегда. И если СС, гестапо, АНЕРБИ, это было политическое такое, мертвая голова, то была еще организация научная, которая называлась АНЕНЕРБИ. АНЕНЕРБИ переводится «Инуследие предков». Это был специальный оккультный отряд. Можете записать. АНЕНЕРБИ, оккультный отряд Гитлера. АНЕНЕРБИ подчинялся Черному Ордену. У меня есть документальные фильмы по этому поводу, если хотите, можете просмотреть. я вам покажу. Значит, был сдан замок Бинкервальд за символическую сумму. Одну марку. Вот. Одну марку в год сдан для вот этой организации АНЕНЕРБИ. А что, а чтобы мы платили за свой аренд один доллар в год? Я был бы рад, да? Да. Но этот замок сдавался за такую вот чисто символическую сумму. И значит, было пророчество. Колоссальная буря надвинется с востока и поглотит германские народы. А если ей не преградить путь у замка Бинкервальд, Миркенвальд. Агитер расшифровывал такое пророчество. На Германию пойдут славянские орды из России и Сибири, и все цивилизации прошлого пали из-за загрязнения нордической крови. Вот там и проводились различные опыты. Также проводились опыты по сверхъестественному. Значит, разрабатывалась тема очаши Грааля, и даже велись переговоры об экспедиции для похищения этого легендарного предмета. Должен был осуществлять эту экспедицию некто Скорцени. Знаете этого товарища? А? Ну, Скорцени нет, он был немецкий спецназовец, да. Был немецкий спецназовец, кстати, сотрудничество после войны с Израилем. Когда арабы захотели построить атомную бомбу, начали строить атомный реактор, и пригласили специалистов французских, немецких, то евреи сделали такую операцию, называлась Домоклоу-меч. То есть, это мечь, которая висит над Ниве. Это был конкретно шантаж, письма подсовывали со взрывчаткой, шантажировали и похищали членов семей этих профессоров, которые должны были строить атомный реактор, и в результате сорвали это. И руководил этой операцией Скорцени под руководством Масада. Скорцени не признали фашистским преступником. Скорцени делал свою работу. Да, Ананарбю устанавливал связь с Тибетом и посылал туда экспедиции. Значит, Шефер привел из Тибета арийских лошадей для их насущного исследования арийских пчел, которые собирали мед особенного свойства. Различные черные книги собирали. Вот такое вот исследование. И Ананарбю считался новым институтом по научным исследованиям в оборонной области. Кроме того, институт создал коллекцию типичных израильских скелетов. И также когда вторглись в Россию, было дано задание эсэсовцам собирать коллекции черепов европейских комиссаров. Они изучали расовые различные признаки. Значит, в 43-м году Гитлер организовал особую нацистскую церковь. Да, особую нацистскую церковь. В 43-м году. Вы знаете, что у Гитлера было вот как 10 заповедей, да, но Гитлера, по-моему, 13 заповедей. Я бы как-то читал эти заповеди. Он специально создал такую свою церковь. Вот. И что же он тогда говорил? Значит, он занимался догматической и литургической частью, написал серию песен и циклов праздников. И туда, значит, включались, кроме Христа, языческие боги, литургическая часть была разработана, точный распорядок богов, животных, цветов, блюд и растений. Ну, занимался под руководством Гитлера, конечно, не сам Гитлер этим занимался, Гельшер. Гельшер, Гельшер тоже. Вот. Была также теория полой земли и попытка организовать Тибет и Шамбалу и связь с Далай-Ламой. В общем, вот такие все вещи. Значит, появился определенный циркуляр в 1942 году. После насильственной смерти неповрежденную голову еврея следует отделить от туловища и поместить консервирующий раствор. и затем отсылать для исследования в этот институт. Ну, и также, значит, были проводились разные исследования. По частности, вот, чем лучше всего замороженных людей? Да? Знаете, что замороженных людей лучше всего отмораживать путем человеческого тела? Душевное тепло менее эффективно, чем горячая ванная, заключают случаи, когда имел сексуальный контакт. То есть, мужчин вот этих замораживали до состояния клинической смерти, затем женщины должны были его отогревать и, в общем, совершать сексуальный контакт и такие вот вещи делать. В Агншице был целый институт, который занимался близнецами. Со всех земель, оккупированных рейхов выискивали близнецов. Близнецы имеют одинаковую генетическую структуру, да? Один близнец должен был служить контролем, на другом близнеце проводились опыты. После окончания этих опытов обоих убивали и смотрели, что происходит. Вот такие вещи, вот такие были исследования. Но больше я вас пугать этим не буду, и мы видим, как Бог милостив, что Гитлер все-таки был остановлен. Два страшных волка, Гитлер и Сталин, волки от испуга скушали друг друга, а слонейская вся дрожа так и села на ежа. И таким образом благословен Господь. Сейчас мы имеем свободу и возможность здесь учиться и благословлять Господа. Господь